Итак, друзья, мы выяснили, что такое Мэнс Физик, чем характеризуется данная категория, в чем ее особенности, в чем ее плюсы и минусы. Мы разобрались в причинах ее популярности. Это относительная доступность для того, чтобы там выступить, а также простота и понимание среди обычных людей, обусловленное относительно естественными пропорциями данной категории. Итак, давайте перейдем к самым интересным нюансам подготовки к данной категории. И здесь вопросы будут особенно интересными, потому как Сергей является медицинским специалистом с высшим образованием, и явно здесь какие-то фишечки присутствуют. И сейчас он нам откроет некоторые из них. Ну, начну я, наверное, с страшника. Все хотят уколов каких-то. Смотрят про страшные какие-то таблетки. В общем-то, помимо того, что дистиллированной воды, употребление и так далее, всех вот этих банальностей, которые уже, наверное, на других видеоблогах рассказывают, я использую ультразвуковую кавитацию. По-другому у нас есть более старое название – ультрафонофорез. Это аппарат из физиотерапии, физиотерапевтического кабинета. Состоит он, собственно говоря, из ультразвука и ультразвукового геля. То есть гель помогает проводить ультразвук глубже в ткани. Ультразвук попадает в подкожно-жировую клетчатку. Ну, и воздействие ультразвука таково на нее, что он устраняет влагу. Если вы возьмете такой аналог такого прибора, очень часто их продают для лица во всяких там женских магазинах. Можно посмотреть, например, как он действует. Вам просто нужно капнуть водички на него, и вы увидите, как водичка испаряется. Вот примерно такой же феномен происходит у вас там, допустим, в животике, когда вы по нему водите. В общем-то, водичка из клеточки испаряется, и животик становится более-более плоским. Ну, данная фишуля такая, она мне позволила не тратить много усилий на какую-то сверхтренировку пресса. Вот это вот для того, чтобы добиться какой-то глубины такой. И позволила не делать очень много утомляющих кардио. И я, в общем-то, до последнего дня занимался железом. Итак, друзья, мы выяснили, что один из способов сушки, который использует Сергей, как медицинский специалист, это ультразвуковая кавитация. Но кроме этой фишки, Сереж, наверняка какие-то хитрости есть еще. Потому как, ну, нельзя на одном методе ультразвуковой кавитации так эффективно просушиться, чтобы попасть в категорию Мэнс Физик. Какие же еще секреты? Ну, я бы сказал, это не секреты, это банальности. Ну, во-первых, клен. Клен Бутерол, дорогие друзья. Да, такие вот замечательные таблеточки клена Бутерола. Ну, если вкратце, данный препарат, он не является у нас таким гормональным. В целом он назначается астматиком. У меня, кстати, он очень хорошо работал, потому что у меня там в детстве находили астматический синдром. То есть клен Бутерол, простите, пожалуйста, клен Бутерол не является каким-нибудь гормональным средством. И свое действие он производит, не вмешиваясь в гормональные процессы. По сути, он является вообще лекарственным средством, которое рекомендуется именно для лечения астмы. Да, да, все верно. Еще он является очень хорошим антикатаболиком. И даже у Любера есть, кстати, очень интересная такая ссылочка в книге «Культуризм по-русски». Вы можете посмотреть. Он там рассказывает о такой книге, как «Клен Бутерол. Средство будущего». Всем рекомендую к прочтению. Вот именно о том, что клен Бутерол используется еще и на массе и так далее. Ну, я думаю, это тема следующих выпусков. Сейчас, одну секундочку. Так, друзья, я только что сбросил один килограмм. Сереж, подтверди, правда это или нет. Как медицинский специалист, клен Бутерол выгоняет воду из организма именно за счет повышения температуры при использовании больших дозировок, чем это рекомендуется при лечении. Да, ну, я бы сказал, не только за счет, вот именно во время тренировок. Он еще очень-очень активно во сне работает. И вот у меня встретился с такой, я бы сказал, проблемой. В общем-то, мне приходилось несколько раз менять постельное белье. Особенно вот первую неделю я жутко потел. Скинул что-то в районе четырех килограмм, если я не ошибаюсь. Очень сильно потел во сне. Если ты займешь призовое место в категории Мэнс Физик, я не поверю, что ты менял белье, потому что потел. Спасибо. Сереж, вот при серьезной подготовке, сжатые сроки, наверняка были какие-то завышенные прямо дозировки клен Бутерола. По своим ощущениям, тряска рук, температура, тахикардия, отсутствие аппетита. Просто что было? Ну, по моим ощущениям, вообще, вот есть такое мнение, что дистиллят вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта. Клен как-то должен повышать давление, оказывать воздействие на сердце. Такого не было. Вот у меня лично такого не было. Чувствовал себя замечательно. Правда, вот клен убрал у меня три часа сна. Вот. Ну, чувствую я себя до сих пор замечательно. Сплю я где-то часов шесть-пять часов. Посыпаюсь. То есть, просто я стал меньше спать. А в целом восстанавливаюсь так же. И, ну, с побочек ничего не было. Вообще абсолютно ничего. При условии, что я еще пью сильные жиросжигатели, где очень-очень много кофеина находится. То есть, тахикардии все равно нет. Третья фишка ни для кого не является секретом. Особенно, если вы такой немножечко продвинутый качонок. Это диуретик. В общем-то, фурсимит. Его аналог. Лазикс. Вот. Клевый. Диуретик. Прошу прощения. Это для всех, наверное, мочегонное. Да, именно так. В общем-то, оно заставляет ваши почки работать в два раза быстрее. Могу сказать, что с ним надо просто-просто осторожно обращаться. Пить. Ну, я бы не рекомендовал вообще, если вы не знаете, не пользовались до этого диуретиками, превышать указанные дозировки. В общем-то, вот тут дозировка 40 миллиграмм. Вот. Как часто, прости, пожалуйста, ходишь в туалет, используя вот этот препарат? Ну, в общем-то, бегаешь. Бегаешь достаточно частенько, все индивидуально. У меня, допустим, не увеличилось по ходу в туалет, частота не увеличилась. У меня увеличилось общее количество подробностей, и все. Ну, вот. Итак, сейчас задам самый волнующий вопрос от лица себя и всей нашей уважаемой аудитории. Так, Серега, почему категория Мэнс Физик считается самой нетрадиционной в плане своей ориентации? Ну, в общем-то, есть на то причины. И причины, как это ни странно, достаточно простые. Ну, не те причины, о которых вы подумали. В общем-то, Мэнс Физик оцениваются не только пропорции тела, но и визуальные черты лица. Как я говорил, это уже связано с тем, что человек не просто каких-то спортивных достижений добивался, но и... Обладает еще модельными данными, в принципе, от природы. Да, да, верно. Это связано с тем, что его нужно разместить на обложку такого человека, на обложку журнала, и он должен быть красивым, харизматичным. И даже вот у нас в российском Мэнсе указывается иногда в положениях, что должна быть некоторая театральность. Ну, даже в позировании, то есть плавные переходы и так далее. В общем-то, он должен быть таким своеобразным моделью актера. Дэнди. Дэнди, да. Именно так, очень хороший термин. Да, я согласен. С этого бы, по сути, иначе. С того, вообще, как эта категория зародилась. Да, все верно. Ну, так как у нас в России достаточно специфическое все время отношение ко всему, и любые ношенства переживаются тяжело, и, допустим, отношение таких корифеев уже бодибилдинга тяжелого с накачанной огромной мышечной массой, им несколько неприятно. То, что ребята приходят, какие-нибудь худенькие, тоже считаются профи, профи в бодибилдинге, хотя они там ничего не набрали, по сути, гантельки пришли в зал, покидали там в течение года и где-то там уступают. В общем, да. Итак, друзья, спасибо вам за просмотр нашего выпуска на канале Короткий Эфир. Сегодня мы узнали и рассказали вам об особенностях подготовки ребят в категорию Мэнс Физик. И о том, что представляет из себя эта категория, и как она появилась. По мере появления свободного времени и по прошествии соревнований, где будет выступать Сергей, мы снимем еще ряд интересных выпусков, где затронем любительский и полупрофессиональный бодибилдинг с точки зрения медицины. И мы уверены, что данные выпуски получатся интересными просто потому, что бодибилдинг невозможен без знаний медицины, физиологии, анатомии и эндокринологии. Ну а пока я желаю всем качатам массы, анаболизма и да пребудут с вами шприцы. Да, колитис, суспензия, протеин.